Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня говорим на очень важную тему. У нас впереди выборы. И обо всем, что с этим связано, как, что, на все вопросы отвечает председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Люберцы Борис Борисович Новиков. Здравствуйте, Борис Борисович! Здравствуйте! Ну, сразу же, в Бойпше вопросов много. С 31 августа стартует так называемое досрочное голосование. Во-первых, зачем оно, как оно проходит и в чем его особенность? Да, у нас назначены на 11 сентября... Официальный день там был. Официальный день, 11 сентября 2022 года, выборы депутатов, Совета депутатов городского округа Люберцы 2-го созыва. Первый созыв у нас в 17-м году избирался. И вот прошло 5 лет, и мы снова встречаемся... Как вчера. Да, как вчера на нашей выборной ниве, на наших предвыборных, так сказать, дебатах и прочих вопросах. Да, действительно, у нас с 31 августа по 10 сентября предусмотрена процедура досрочного голосования. То есть, если избиратель не может 11 сентября в этот день принять участие в голосовании на избирательном участке, где он внесен в список избирателей, то есть, где он всегда голосует, то он может это сделать досрочно. Это с 31 августа по 10 сентября 2022 года. На том же участке? Нет. За срочное голосование определено у нас в помещении для территориальной избирательной комиссии во дворце Спорта Триумф, город Люберца, улица Смирновская, дом 4. В будние дни избиратели могут прийти с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00. Поэтому еще раз, если у вас там отпуск, в отъезде, дачи, прочие вопросы... А основания нужно как-то доказывать, какую-то справку приносить? То есть, избиратель пишет заявление, что буду в этот день отсутствовать по такой-то причине, но еще раз повторюсь, отпуск, командировка, то, сё, уеду и болею. То есть, в принципе, любая причина, почему он не может... Ну, причина, да, есть, конечно, которая может отсутствовать, но у многих еще отпуска идут, я так понимаю, это в основном у нас такие причины, поэтому пишется заявление, и избиратель приходит с паспортом и голосует во дворце Спорта Триумф. Еще раз, будние дни с 16.00 до 20.00, выходные праздничные с 10.00 до 14.00, с 31.00 по 10.00 с включительно. И если вдруг он проголосовал и 11.00 вспомнил, что он никуда не едет в итоге, он второй раз уже не сможет... Не сможет проголосовать, он уже будет признан... Прокомпосированным. Проголосующим. И будет исключен из списка. Ну, не из списка, а просто уже будет отметка, что избиратель изъявил голосовать досрочно. Чтобы многие понимали, что это не... Два раза нельзя голосовать. Да, не некий такой способ, да. Нет, два раза нельзя проголосовать. Хорошо. Второй вопрос, тоже такой простой. Сколько избирательных округов образовано сейчас в Люберцах? У нас образовано 8 избирательных округов. Все это в соответствии с действующим законодательством. Пропорциональное количество избирателей. Значит, у нас порядка 260 тысяч избирателей пользуются избирательным правом в городском округе Люберцы. Поэтому 8 округов. В каждом мы избираем 4 депутата. И, соответственно, у нас должен состоять Совет депутатов из 32 депутатов. То есть принцип этих 4 депутатов... Один набрал большее число голосов, второй меньшее. И так вот идет, да? Да, по большинству голосов. А если, например, варианты же уже могут быть, да? Один там очень много голосов, а в третье-четвертое место одинаковые голоса. Ну, там есть определенная процедура законодательная. Да, да, да. Возможно, будут какие-то дополнительные выборы. А, то есть... Да, да, да. Но то есть все равно число не увеличится и не уменьшится. Только 4 в каждом округе должно избираться у нас депутата. Только 4. Где сегодня можно познакомиться с их программой? Или это только 11 числа? Или если я приду 31 августа? Ну, во-первых, должны у нас сейчас работать зарегистрированные кандидаты. Они сами должны донести. Донести до избирателей свои программы, свои листовки, свои встречи. Понятно, что... Все по законодательству. Законодательно. Они должны, да, развесить там свои плакаты, баннеры. Заявить о себе. Заявить о себе, чтобы... Понятно, что о зарегистрированных кандидатах можно узнать нашим избирателям на нашем официальном сайте в территориальной избирательной комиссии, где размещены сведения. Биография. Там указано в решении биография, сведения. Ну и также в других источниках наших информации, в том числе в интернете. Мы эту информацию даем. Но, конечно, еще раз повторюсь, что о себе должны доносить наши кандидаты. Да, но что они предлагают, потому что за биографию это не особо голосуют. Если они хотят быть, да, узнаваемыми, рассказывать, делиться своими планами по развитию городского округа Люберца, решению каких-то проблем, общаться с избирателями вживую непосредственно через соцсети. Вот это самое главное. А работа эта ведется сейчас? Да, работа ведется. К нам в территориальную избирательную комиссию подаются определенные материалы агитационные, которые официально регистрируются. И мы видим, также мы наблюдаем за картиной, идут встречи во дворах, встречи при домовых территориях, встречи на округах. То есть люди в курсе, что выборы будут? Я думаю, что да, потому что мы видим, что определенная часть кандидатов работает достаточно активно. Кто работает активно, тот и, возможно, донесет свою правду и получит свои голоса. Это все-таки предвыборная гонка? Да, на выборах 11 сентября, да. Потому что у нас сейчас на действительно 32 места претендует 111 кандидатов зарегистрированных. То есть борьба идет... По три человека на место, грубо говоря. Да, три-четыре человека на место. Если говорить по округам, то у нас по восьми округам, из восьми округов от 12 до 15 кандидатов зарегистрированы. Какие партии участвуют? Мы об этом можем узнать? Да, мы, конечно, мы об этом знаем. У нас и списки партий заверены, и кандидаты, которые баллотируются в депутаты в качестве самовыдвиженцев. Значит, у нас в качестве самовыдвижения выдвинуты, могу сказать, даже сколько. Четыре кандидата. Партия «Единая Россия» – 29 кандидатов. ЛДПР – 24 кандидата. Родина – 10 кандидатов. Новая партия «Новые люди» – 3 кандидата у нас зарегистрированы. Справедливая Россия – 8 кандидатов. От партии «Пенсионеров» – 4 кандидата. Вот у нас такой разнообразный выбор, так сказать, для наших избирателей. То есть есть на что посмотреть, над чем задуматься. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это не совсем правомерный вопрос, но в основном новые будут лица, либо есть и участники этого созыва. Да, да, да. Такой хороший вопрос, потому что есть, представляют кандидаты, которые уже и избирались в Совет депутатов городского округа Люберцы, есть новые лица, новые люди, что, наверное, будет интересно нашим избирателям. Поэтому еще раз приглашаю всех прийти 11 сентября 2022 года на избирательные участки и с 8 до 20 проголосовать. То, что выбор есть, можно посмотреть и на тех, кому кто-то отдает и продолжает отдавать предпочтение. И на новеньких. И есть, да, новенькие, новые люди, новые лица с новыми. Может быть, новые идеи какие-то. С амбициями, с новыми программами, да. Поэтому выбор есть, пожалуйста, мы с удовольствием ждем на избирательных участках. Потому что в последнее время говорят, что одни и те же, одни и те же по стране в разных регионах. Нет, нет, нет. Идет такая ротация, поменялись. Есть действительно представители, которые впервые идут на эту избирательную стезю. И пожелать мы должны сегодня всем удачи, потому что все-таки хороший конкурс. Мне кажется, что это в данном случае конкурс. Да, достойный, да. Вот еще такой вопрос. Приходит человек, а ему нравится один депутат от партии ЛДПР, а второй депутат от «Новые люди». Он, может быть, как-то их знает. Он может проголосовать за нескольких кандидатов? Да, конечно. Он может проголосовать и за ту партию, и за эту. Сколько там будет имен? Да, это важный вопрос, очень важный, особенно для нашего старшего уважаемого поколения. В бюллетене мы можем поставить, проголосовать за четырех кандидатов. За четырех? Не более. А всего в бюллетене? Ну, сколько? От 12 до 15. На каждом округе будет в бюллетене от 12 до 15. То есть из них можно выбрать четыре человека? Но избиратель может выбрать одного, поставить одну галочку или крестика, двоих, трех или четырех. То есть не более четырех он может, от одного до четырех включительно. Это важный момент. Да, да. Соответственно, если будет больше четырех проставленных галочек, то это уже недействительный. Бюллетень недействительный. Если будет пустой бюллетень, ни одной галочки, недействительный бюллетень. Поэтому один, два, три или четыре. Вот, кстати, по поводу пустого бюллетеня, я тут не могу сразу не схватиться. Вот по закону он недействительный. А какова вероятность, что чья-то недобрая рука может поставить не одну, а целых четыре галочки? Нет, это... Как у нас с наблюдением будет? У нас дежурить будут от кандидатов наблюдатели, уже поданы, соответственно, списки. На всех? На всех у нас 173 участковые избирательные комиссии. Определено 71 место для голосования, то есть где-то есть 4, 3, 5 комиссий. Поэтому у нас 71 место в учреждениях. И на всех у нас участковых избирательных комиссиях будут дежурить наблюдатели от кандидатов. Соответственно, сейчас уже поданы списки наблюдателей, кандидаты дают своих наблюдателей на этом участке. Это такой сложный период, я понимаю. Да, да, их будет понятно, что много, но, пожалуйста, мы открыты, пусть наблюдатели наблюдают, смотрят. Если они что-то, например, увидели, каковы их действия? Действия, они подходят к членам участковой избирательной комиссии, это лучше, конечно, к председателю, заместителю, секретарю, делают какое-то свое замечание, свое предложение, естественно, комиссия будет реагировать. Или пишут там какое-то заявление. Бывало такое вообще в истории? Нет, бывало, конечно, конечно. Мы реагировали и рассматривали эти обращения, отвечали на них и участковые комиссии, и мы, как территориальная комиссия, и вышестоящие. Это все нормальный процесс в соответствии с дичьим законодательством, поэтому... Ну, коль мы еще на вот этой вот ниве, у нас вопросов много, сейчас скоро у нас уже вторая часть начнется, завершая, так сказать, законность. Еще была тема вбрасывания, раньше давно, в 90-е лихие, вбрасывания бюллетеней. Насколько сегодня эти выборы обезопасены от какого-то внешнего такого участия? Ну, во-первых, у нас уже давно все эти, так сказать, процессы обезопасены, потому что у нас, во-первых, и урны стационарные, они все прозрачные, избирательные, и переносные ящики для голосования, они также прозрачные. И действительно здесь, опять же, роль наблюдателей, повторюсь, и там у нас средства массовой информации ездят по участковым избирательным комиссиям. То есть трудно будет. Ну, это вообще и не нужно нам. Понятно. И не будет. Больше-больше проблем будет. Больше прозрачности и открытости, конечно. Вот. Еще один такой вопрос, и уйдем уже на вторую часть нашего разговора. Будет ли электронное голосование? Да, это у нас, вернее, не да, это есть такая практика. Да. У нас в регионах, в субъектах, вот была и в Москве, и в Нижегородской области, в Московской области, и именно вот в городском округе, Люберцы, процедуры пока электронного голосования не предусмотрено. То есть ножками приходят? Электронного голосования не будет. У нас голосуем, как мы всегда голосуем, избирательным бюллетенем, ставим галочки, крестики. Не будет у нас в этот раз КАИБов, то есть это вот комплекс электронной обработки избирательной документации. В этом все у нас идет в традиционной системе, на местных выборах, голосуем бюллетенем. А почему КАИБов не будет? Сломались? Ну, нет, они не сломались, они работают. Эта практика идет по Москве в определенные районы. У нас была как раз такая практика пять лет назад. Переезжает КАИБов. У нас стояли КАИБы, да, были такие темы. Хорошо, сейчас сделаю небольшую паузу и продолжим. Напомним, что говорим о выборах, и у нас еще есть много вопросов. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Люберцы Борис Борисович Новиков. Во второй части тоже у нас есть вопросы. Значит, паспорт нужно только предъявлять, да, если права не пойдут? Нет, нет, ни права, ничего. Только приходит гражданин с паспортом. Конечно, если вдруг он находится, паспорт у него на замене утерян, ему, соответственно, выдают документ о том, что паспорт, такая справка, находится на замене, да, это может заменить... А если забыл дома, то... Нет, нет. Иди домой. Возвращайтесь домой, да, пожалуйста, мы вас ждем. Подождем. Успевайте по времени. 11 сентября с 8 до 20.00. Приходите, мы с удовольствием поможем вам реализовать ваши избирательные права. А если с паспортом жены еще пришел? Нет, нельзя. Голосует только лично избиратель. То есть, если семья 6 человек, то 6 паспортов должны. Да, конечно, конечно. То есть, нельзя за другого ни в коем случае. Хорошо. Сколько, значит, мы напомним еще раз, 4 квадрата можно отметить в бюллетене, не более того, а можно от 1 до 4? От 1 до 4, не более 4. Ну и понятно, что если избиратель нигде ничего не поставит, вообще пустой бюллетень, то он будет не действительный. А если, например, избиратели, они разные бывают, он отметит все правильно, ну и напишет какие-то свои мысли просто где-то там на бюллетене. Оно же будет недействительным? Ну, мы посмотрим. Главное у нас... Например, удача избирательной комиссии. Участковые комиссии, они достаточно у нас сформированы все профессиональные кадры. Кстати, кто? Ну, это и сотрудники бюджетных учреждений, это и представители партии всех в комиссии у нас присутствуют, и собрание по месту жительства, то есть и по месту работы. Насколько это прозрачная система, не удастся там договориться? Разнообразная. Разнообразная. Специально, да? Вот разнообразная состава участковых избирательных комиссий. У нас также прошла такая ротация, перемены. Кто-то оставил уже, сказал, все, ребят, не буду заниматься, все, хватит. Устали, там кто-то возраст, кто-то переезжает куда-то причиной. И есть и молодежь у нас теперь в комиссии. Вот она-то будет зоркой, я думаю. Омолаживается избирательный процесс, поэтому у нас достаточно опыт, тем более, большой. Мы и округ, который один из самых крупных по числу участковых избирательных комиссий. И, может быть, по площади маленькие, но по числу участковых комиссий 173. Поэтому, уважаемые избиратели, приходите 11 сентября с 8 до 20 на избирательные участки, познакомитесь, может быть, пообщаетесь с опытными уже, кого вы знакомы, члены участковых избирательных комиссий. А может, вы увидите и познакомитесь уже с новичками нашими. Хорошо. Но я так понимаю, что день тишины-то будет у нас? Или сейчас такого нет понятия? Есть, будет у нас, да. Суббота? Да, суббота, день тишины, да. Но в этот же день у нас все равно досрочное голосование в соответствии с законом будет продолжено в Триумфе. Только вот Дворец спорта Триумф. Мы, опять же, ждем выходной день. Это с 10 до 14. Первый поле дня, да. Последний день досрочного голосования. Будем ждать избирателей. А тогда, конечно, надо нашим избирателям подумать, освежить голову от этой всей избирательной. Конечно, конечно. Еще такой вопрос, тоже немаловажный и для удобства граждан, и с точки зрения, опять же, возможного какого-то, не дай бог, вброса. Это когда приглашается на дом член избирательной комиссии вот с этим переносным ящиком. Работает ли эта схема сейчас? Слово это я слышал сегодня в нашем разговоре. И как она будет работать? Обращаются, действительно, обращаются избиратели, которые в день голосования, к сожалению, не могут по состоянию здоровья, болезнь или что-то, находятся дома, принять участие непосредственно на избирательном участке, где они внесены в список избирателей. Поэтому с 1 сентября по 11 сентября можно подать соответствующее заявление в свою участковую избирательную комиссию. Участковая избирательная комиссия начинает работать у нас с 1 сентября и работает у нас в будние дни с 14 до 18.00, в выходные дни с 10 до 14.00. Можно обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением о голосовании вне помещения для голосования или обратиться по телефону, позвонив в участковую избирательную комиссию, сказав, что да, у нас тут что-то проблема такая, не может прийти, но хотят голосовать. А это как-то в журнале отмечается, чтобы выехали? Да, да, конечно, это все журнал, выездное голосование с наблюдателями, с переносной урной, все выходят. То есть не может так получиться, что у нас 5 человек попросили, а мы привезли 10 бюллетенов? Нет, нет, там строго есть такое слово «реестр голосования вне помещения для голосования». Там все строго. И, естественно, это заявление можно подать 11 сентября до 14.00. Ну да, чтобы успели отреагировать. До двух часов, да, так определено с законодательством, можно подать вот в такие сроки. Ну, надеюсь, что все, кто подадут, все дождутся, что к ним приедут. Да, 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 это опыт есть, но он традиционный. Еще по поводу жительства, это регистрация, наши традиционные вопросы. То есть ты живешь в доме, а не зарегистрирован в нем, то как это работает? Работаем только мы с теми избирателями, которые зарегистрированы, прописаны в городском округе. То есть если человек в Москве, то едет голосовать туда? Нет, проголосовать не может. Если в Москве, пожалуйста, по месту своей прописки, регистрации, по паспорту туда отправляйтесь. Да, да, да. Хорошо, мы привыкли, что когда мы приходим голосовать, мы видим членов избирательной комиссии, как правило, они приветливые, то есть все хорошо, но мы же тоже разные. Кто-то там может скандал учинить, еще что-то, что ему не понравилось, или ему что-то показалось, но люди разные все. Каковы права у членов избирательной комиссии по отношению к гражданам? Это первый вопрос. И второй по поводу финала апофеоза, когда идет подсчет бюллетеней. Значит, все члены участковых избирательных комиссий работают в соответствии с действующим законодательством, нашими федеральными выборах. Также у нас есть там ряд законов административной, уголовной ответственности. То есть там можно серьезно, если не дай бог. И к участникам избирательного процесса, который нарушает. Естественно, у нас обеспечивается безопасность сотрудниками полиции, Росгвардии и народной дружины на избирательных участках. Обязательно будет обеспечено дежурство сотрудников полиции. Поэтому в рамках закона член участковой избирательной комиссии можно сделать замечание, если кто-то там наблюдатель или избиратель начинает вести себя некорректно. Как-то или по отношению и вмешиваться в процессы некоторые, в которые он не должен там вмешиваться. Здесь сделать замечание, указать сотруднику полиции. Сотрудник полиции в этот день дежурит и прокуратура, Люберецкая городская прокуратура. Естественно, они выносят решение. И суд работает об удалении, допустим, даже наблюдатель. То есть все довольно будет оперативно. Все идет в соответствии. Все как закон, он есть, есть. Ну, понятно, если человек неадекватный начинает что-то делать сверхъестественно, и понятно, его будут удалять сотрудники полиции, составлять акты и прочие. И применять меры в соответствии с административным или уголовным кодексом. Хорошо. А вот вторая часть, когда идет подсчет голосов, о котором все вот так трепетно к нему относятся, потому что этим занимаются члены участковой комиссии. Где-то листочек прилип, где-то выпал листочек. Я не знаю, тут видит одну фамилию, читает другую. Такое вот может быть? Нет, у нас такого не будет и не было, потому что все идет открытый, подсчет голосов. Это у нас система, еще раз, открытая, считается бюллетени. Сколько они по времени считаются? Считается везде по-разному. Все зависит от количества избирателей на определенном. Но к какому времени должны подсчитать? В избирательном участке, обычно из опыта это все стараемся побыстрее, чтобы уже опубликовать где-то уже, ну, ближе, допустим, 11 сентября выборы, 12-го, чтобы у нас были уже утром итоги. То есть, потому что тут же... Ну, то есть, ночь, грубо говоря. Да, ночь, и каждый же протокол, он вводится в систему автоматизированную газвыборы. В Москве есть такая система. Она, кстати, впервые была пробирована у нас в Люберцах в 95-м году. Мы первые опытные, да, и сейчас она работает, эта система. Там работают три системных администратора от избирательной комиссии Московской области. Все это вводится в электронную систему. Я думаю, что, да, за ночь мы уже к утру будем понимать. Еще раз повторюсь, потому что 173 избирательные комиссии. Это, может, не в обиду, там, у кого-то там 14-30 комиссий. А тут 173 надо ввести. А по закону, когда официально выборы будут объявлены завершенными, если у нас, например, не будет там второго тура выборов где-то? Я думаю, что мы это сделаем в ближайшее время. Мы подведем итоги, во-первых, сразу же подведет итоги территориальной избирательной комиссии, вышестоящие. Мы объявим итоги, опубликуем в средствах массовой информации. Естественно, мы до этого рассмотрим до объявления итогов в этот же день все обращения, которые поступили участковые в территориальной избирательной комиссии. Подведем итоги, примем решение. И можно считать, что фактически и потом только останется. Но это такие уже технические моменты, бухгалтерские финансовые отчеты сдают. Это обычно, ну, это работает бухгалтер с комиссиями, все они приносят отчеты, все. Все-таки можно считать, что... Закончилось. Финиш, да, пришел. Еще пару вопросов для финала. Человек, который не очень хорошо видит по зрению и так далее, кто-то может ему помочь заполнять? Как вот в этой ситуации? Да, это можно в соответствии с законом, это можно сделать. Если человек забыл очки, действительно плохо видит, он должен подойти к члену участковой избирательной комиссии, и сообщить, что вот по состоянию такого здоровья или вот в ряде причин я не могу, я прошу помочь. Да. Вот избиратель тоже пришел, изъявить свое избирательное право. Право, да. Он обращается, член комиссии участковой это фиксирует, и... То есть, помощь избирателю... А как-то он просто зачитывает, а тот говорит, ставьте галочку. Не ставьте галочку. Они... Нет, это все фиксируется, и участковая комиссия, он помечает особые отметки, что избиратель голосовал с помощью... Чуть, членов. Да, 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 все это... Ага, понятно. Здесь абсолютно есть, да, такая тема, но... У нас она, ну, редко не была. Нет, ну, мы же все... Нет, это есть, соответственно, конечно, помощь, конечно. Еще такой вопрос. Испорченный бюллетень именно не тот, который уже человек бросил и думает, что пройдет его там, а вот он взял и вдруг случайно ручкой не туда поставил, где хотел, может тут же его поменять? Обращается также к членам участковой избирательной комиссии, еще раз говорю, Лариса, к председателю, лучше к заместителю, к секретарю. Он говорит, вот я вот это, это, естественно, бюллетень гасится, фиксируется это особым актом, и избирателю выдается новый пустой бюллетень, он идет, голосует так, как он хотел, чтобы он не ошибиться. Ну что, мы подходим к завершению. Вопрос такой, на который, наверное, можете не отвечать, но тем не менее, нас всех еще интересует, журналистов я имею в виду, явка. Вот, когда готовятся выборы, кто-то вообще предполагает, сколько может прийти людей, или это все зависит от... Ну, есть и социологические службы, статистика, ну, ждем, я думаю, не менее мы там 40%. То есть это будет уже... Не менее, это, ну, так, из опыта, а там уж как наши избиратели... Все придут. Да, и, конечно же, наши кандидаты, которые, еще раз повторюсь, заинтересуют наших избирателей. А я еще вот, пользуясь такой возможностью, хочу пригласить наших избирателей 11 сентября 2022 года на выборы депутатов Совета депутатов. Это наши народные избранники... С ними нам жить и работать. Жить и работать, которые должны в округах работать с вами, с вами избирателей, выполнять ваши наказы. Они наверняка сейчас их собирают активно на встречах, в обращениях ваших. Поэтому ждем вас 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 на избирательных участках в городском округе Люберцы. Сделайте свой выбор. Так заявил нам председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Люберцы Борис Борисович Новиков. Спасибо за откровенные ответы, за разъяснение всех возможных практических ситуаций. Ну а вы, уважаемые граждане, сами принимайте решение, приходите, если приходите, и голосуете. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивененко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»